Аркада Эксо. Сезон второй, эпизод пятый. Озвучка студии Сильвана. Мы покажем вам Эксо, второй сезон с их хитами. Мне вот все было интересно, почему до сих пор не было этой песни. Следующий на очереди хит... Что за песня? Уникальный танец, в котором верхняя и нижняя части тела живут отдельно. Цепляющая лирика и приковывающий взгляды перформанс мега-хит Эксо, задавший моду на айдола в школьной форме. Этот танец такой смешной. Вы ведь не смеетесь над нами? Смеетесь? Я реально люблю эту песню. Поэтому я станцевал так же, как и вы. Так же, как и мы? Поэтому название четвертого раунда с Гробл. Игра оборотня. В этой игре двое будут оборотнями. Ясновидящий. Бор. Разрушите спокойствие. Лунатик. У каждого из вас будет свою роль. Остальные должны найти оборотней и убить их. Если оба оборотня найдены, то победили люди. Но если трое людей будут убиты, то побеждают оборотни. В этой игре вы будете играть не в командах, а каждый за себя. Это будет еще веселее. Люди или оборотни, еда достанется только победившей команде. Снеки этого раунда... О-ТО-Хэм. А что если мы в душе не чаем, что это? Я знаю. Рисовый пирог. И ветчина. Все верно. Закуска, состоящая из рыбных пирожков, рисового пирога и ветчины. Ты такое слышишь? Я тоже. Думаю, мы просто не в теме. Я хочу, я хочу. Давайте поедим и станем крутыми. Теперь все шестеро, закройте глаза. Нам нельзя открывать глаза? А что делает ясновидящий? Или другие странные люди? Подожди, сейчас дойдем до этого. Я поторопился. Может, Чанель станет первым? Проверь свою карточку. Теперь покажи в камеру. У меня такое чувство, что Чанель оборотень. Следующий. Кай. Роль Кая. Лунатик. Проверка окончена. Не сюда. Дио. Ясновидящий. Он все еще привыкает к обществу. Дальше Сюмин. Сюмин. Вор. А теперь Бекен. Роль, которую тайно получил Бекен. Судя по его эмоциям, это оборотень. Купились. Бекен. Нарушитель тишины. Последний Сихун. Наш Макне. Сихун. Оборотень. Ночь накрыла город Эксо. Пожалуйста, барабанную дробь, чтобы вы ничего не услышали. Очень послушные детки Эксо. У каждой роли особенные возможности. Все, что вам нужно делать так, как я говорю. Два оборотня открывают глаза и знакомятся друг с другом. Оборотни, откройте глаза. Оборотни проверяют друг друга. Если вы закончили, пожалуйста, закрывайте глаза. Дальше Ясновидящий. Открывай глаза. Как Ясновидящий, ты можешь проверить карту одного участника. Чью карту ты хотел бы посмотреть? Карту Кая. Карта Кая. Лунатик. Ты увидел? А теперь, дальше Вор. Пожалуйста, открывай глаза. Ты можешь поменяться с кем-то картами и проверить, что тебе досталось. С кем бы ты хотел поменяться? Выбирает поменяться с Дио. Карты Сюмина и Дио заменены. Пожалуйста, проверь, что за карта тебе досталась. Вор. Переходит Ясновидящего. Отлично. Нарушитель тишины. Открой глаза. Открой глаза. Всем и так понятно, что он нарушитель тишины. Не проверяя карты. Ты можешь поменять карты двух человек между собой. Пожалуйста, выбери двоих, и я поменяю их карты. Кого выбираешь? Так. Так. Вот так. Вот так. Так. Напоследок. Просыпается Лунатик. Лунатик может проверить свою карту. Так ты сможешь узнать, поменялась твоя карта или нет. Так, теперь все. С закрытыми глазами, пожалуйста, потрясите своими картами. Вот так, хорошо. Хорошо. Теперь вы можете приступить к поискам оборотней. Оборотней знали с самого начала, что они оборотни так? Верно. Сейчас все может измениться. Потому что карточки могли измениться. Из-за нарушителя покоя. Давайте убьем Каэль. О, судя по тому, как ты хочешь меня убить. Вы можете врать или говорить правду. Но давайте начнем с презентации себя. Начнем с Сихуна. Я? Я оборотень. О, это точно. Реально, реально. Мне кажется, он не врет. Не такой реакции я ожидал. Хорошо, давайте пойдем дальше. Я. Я испучена. Мне 16 лет. Разрушитель покоя. Кого ты поменял? Я поменял Дио и Чанюля. Мы не знаем, правда это или ложь. Может, если твою карту поменял? Если ты был оборотнем, ты сейчас уже не можешь. Карточка, которая досталась тебе в конце, твоя роль. Но сейчас ты должен вести себя согласно полученной в начале роли, так как ты не знаешь наверняка. А что Сюмин Хиона? Ясновидящий. А разве это не я? Чью карту ты проверил? Чью карту ты проверил? Чанюля. И кто он? Оборотень. Волк Чанюль пойман вручим Сюмином. Я был ясновидящим. Проверил Чанином. Чанин не был гунатиком. Значит, Сюмин Хиона оборотень, потому что соврал. Но я ведь поменял вас с Чанюлем, и он не ясновидящий. Не, не, не. Я поменял их местами. Хион, ты правда нарушитель покоя? О, да, да. Хион, если ты реально нарушитель покоя, то тебе попалась самая подходящая роль. Кого с кем ты поменял? Дио и Чанюля. Значит, Дио, ты оборотень. Значит, Дио, ты оборотень. Нет, нет. Потому что Сюмин Хион сказал, что видел Чанюля. Но он соврал, он соврал. Переизбыток комментариев. Подождите, я лунатик. Поэтому Дио прав. Он ясновидящий. А Сюмин Хион нет. Он просто сказал мне соврать, вот я и соврал. Взорвался от смеха. Неожиданный всплеск от новичка развлекательных шоу. Почему вы все обвиняете меня? Можете соврать, а можете сказать правду. Я могу соврать. Это моя вина. Кьен, а что у тебя? Ты ведь оборотень, да? Да. Признался в долю секунды. Значит, Минсо Кьен или Чанюль. Обычно он много говорит, но в этот раз. Тишина. С самого начала его разговоры сошли на нет. Даже когда врущий Сюмин указал на него все, что он мог, только смеяться. Получается, вор еще не объявился, да? Я не знаю, кто это. Я вор. А почему ты вдруг стал вором? Тогда кто оборотень? Ты оборотень. Это ты оборотень. Ты оборотень. Даже волосы такие же. Обычно он много болтает, когда мы вот так вот играем. Если ты вор, то с кем поменялся ролями? Я оборотень. Итак, мы почти уверены, что Чанюль оборотень. Тогда второй оборотень, либо Кьен Сой, либо Симин Хен. Я был оборотнем. Я сказал вам это в самом начале. Как интересно все складывается. Нам нужно убить двух оборотней. Так, Кьен, ты оборотень или нет? Правду. Не знаю, потому что не видел ничего. Вначале ты был оборотнем? Да, наверное. Если он был оборотнем, а потом его карту поменяли, не значит ли это, что он больше не оборотень? Я поменял Чанюля и Кьен Су. Вот эта карточка передо мной и есть моя настоящая личность? Да. Подождите, потом мы с Кьен Су поменялись местами. Значит, я не оборотень. Поэтому мы должны убить Дио. Значит, мы должны убить Хена. Пока. Осталось понять, кто второй. Я знаю, я знаю. Откуда? Потому что я увидел второго оборотня, когда мы знакомились. Так ты скажи, кто это? А это нормально? Говори. Экс-оборотень все еще полон верности. Значит, я либо оборотень, либо человек сейчас. Я человек? Я реально человек? Просто скажи, кто второй оборотень. Ты. Это ты, зараза. Оборотни, ранее узнавшие друг друга. Спокойно сдал, ведь теперь он человек. Предательство со скоростью 5G. Так вот, значит. Сейчас мы выберем того, кто умрет. Считай до трех. Так. Раз, два, три. А, все думают, что Сихун оборотень. Итак, Сихун, скажи прощальные слова. Пожалуйста, убейте меня. Окей. Тебе реально больше нечего сказать? Нечего. Так. Раз, два, три. Убит. Ты вышел. Пожалуйста, раскрои нам свою личность. Конечно же, это оборотень. Если ты так и будешь говорить, разве не кончено все? Да, поэтому и хорошо, что мы поменялись. Потому что если бы не это, то мне пришлось бы хранить секрет. Но моя роль поменялась. Так, сейчас нам нужно выбрать второго оборотня. Конечно же, это Кен Су. Окей. Верно. А, вот как надо играть в эту игру. Ну, конечно, вы можете прибегать к большим уловкам. Этот раунд, возможно, был слишком честный. Что ж, Разрушитель покоя – лучшая роль. Потому что он может соврать, о чем угодно. А, точно, точно, ты прав. Ревью следующей игры. Вначале все было в порядке. Я знал, что это был чанер с самого начала. Он реально был, типа... Я все никак не мог запомнить все роли. Если мне достанется оборотень, я по-любому буду пойман. Как только я посмотрю в глаза Бихёну, все будет кончено. Так, начинаем игру. Хочу быть честновидящим. В этом раунде не будет ясновидящего. Ясновидящий будет заменен другой ролью, которую я расскажу чуть позже. Начинаем все, пожалуйста, закройте глаза. Но эти карты в камеру показывать мы не будем. Пожалуйста, не подглядывайте. Хорошо. Так, Сихон, держи. Можно посмотреть? Да. Давайте угадаем все вместе. Бикюн. Сюмин. Может проверим Дио? Тубильщик. Новая карта. Кай. Вор. И последний Чанюаль. Новый персонаж входит в игру. Дубильщик. Дубильщик, пожалуйста, открой глаза. Если Дубильщика убьют, приняв за оборотня, он победит. Итак, если его объявят оборотнем, он победит. Следующий Вор. Пожалуйста, открой глаза. Вор может поменять свою карту с кем-то и узнать свою новую роль. Кай и Бикюн поменялись. Какая карта у Кая? Разрушитель покоя может поменять карту двух людей. Чьи карту ты хотел бы поменять? Чьи карты? Чьи? Разрушитель покоя меняет карты Дио и Бикюна. Давайте начнем раунд с представления себя. Начнем с Чанюля. Я разрушитель покоя. Чьи карту ты поменял? Я расскажу об этом, когда придет время. Я человек. Я человек. Роль. Твоя роль. Какая у тебя роль? Я вам не скажу. А так можно говорить? Тогда я тоже не скажу Сою. Притворимся, что не слышали, как он представился. Я тоже не скажу. Че? Что за? Тогда я тоже не скажу. Что за? А как нам играть, если мы не знаем ничего? Я тоже не оборотень. Я тоже? В таком случае, тогда я оборотень. Тогда ты должен умереть. Понятно, он дубильщик. Самопровозглашенный оборотень подозревается в том, что он дубильщик. Я дубильщик. Я... Он думает. Оборотень ломает голову. Попался. Что же мне сказать, чтобы обхитрить этих дурачков? Я дубильщик. Я дубильщик. Я дубильщик. Нет же. Я ведь дубильщик. Я тоже дубильщик. В таком случае, я думаю, единственный человек, видевший карту другого, это вор. Поэтому, если вор проверил, и там не было оборотня, значит, он может помочь нам людям победить. Чонюль, с кем ты поменялся? Если не скажешь нам, мы убьем тебя. Подождите, я... Три, два, один. Мы начнем с убийства разрешителя покоя. Пожалуйста, спросите меня. Тогда скажи нам. Скажи нам хотя бы одного. Одного сказать? Хорошо, я раскрою только одного. Я поменял кого-то с Кен Су. С кем ты меня поменял? Разве ты не вор? С кем ты поменял? Думаю, я смогу решить все. С кем ты поменялся? Кажется, Кен Су важная карта. Я поменял тебя с бекеном. Тогда он дубильщик. Ты получил дубильщика? Да. Узнает о своей личности. Убейте меня, пожалуйста. Убейте меня. Убейте меня. Дубильщик сходит с ума. Убей. Но ведь вор мог украсть твою карту. Кто вор? Кто спер мою карту? Зволнованное выражение. Посмотрите на него. Кай вор. Кай вор. Пониму, признавайся. Ложь раскрылась из своего выражения. Он дубильщик. Нет. А, значит, он украл мою карту. Нет, ты забрал мою карту. Нет. Ой, это может быть правдой. Думаю, он может быть дубильщиком и хочет натолкнуть нас на убийство. Ты был вором? Вором? Нет. Да давайте просто убьем его. Да он слишком сильно пытается победить в одиночку. Нет, ладно, я был вором. Ты был вором и забрал мою карту? Значит? Значит, он дубильщик? Он дубильщик. А я вор. Но Чанюль поменял меня и Бекена, поэтому он вор, а я оборотень. Тогда я оборотень. Бекен услышал, что он оборотень. Не, не, мы не знаем, был ли он оборотнем. Не, я уверен в этом. Можно и подыграть немного. Подожди, подожди, если Кай был вором. Я говорил вам, Кай просто пытается победить в одиночку. Он хочет победить в одиночку. Впечатлен, не лепнет догадками Дио. Тогда давайте убьем Кая в самом конце, а Кьян Су убьем первым. О чем ты говоришь, блин? У него из глаз выходят лазеры. А так Бекен был оборотнем. Нужно вести себя как волк. Будет забавно для зрителей. Значит, Кьян Су, ты оборотень сейчас. Вор, вор, Кай, ты правда? Нет, сначала ты скажи нам, кто ты. Эй, кто ты? Ты дорожный вор или что? Ой, блин. Блин, серьезно, кто ты? Почему ты так? Да он просто выпендривается. Так убейте меня первым. Самопровозглашенный разрушитель покоя. Среди дубейщика, оборотня и вора. Кто настоящий оборотень? Сейчас мы покажем вам роли каждого. Давайте попытаемся найти оборотня. Сюмин или Сихун? Я думаю, Чан Ёрхён. Чан Ёрхён. Я разрушитель покоя. Во-первых, Чан Ёрхён прав, потому что да. Пре... А, вор, просто умри. Не-не, я... Я... Он не оборотень. Сюмин Хён сто процентов оборотень. Да кто ты? А вы как думаете, что осталось? Лунатик? Да. Ты проверил карту? Да. Как кто-то сделал? Осталась та же. А, точно, в этом весь смысл. Но если бы Сюмин Хён был оборотнем, то попытался бы это отрицать. Но сейчас он в пространстве. Я не в пространстве. Нет, так значит, Сюмин Хён умрет первым. Я вор, а значит, это точно не он. Сдался. Второй волк, Сюмин. Пожалуйста, выберите одного и убейте его. Раз, два, три. Все, кроме Бихёна, выбрали Сюмина. Окей, раз, два, три. Сюмин, пожалуйста, раскрой свою личность. Он оборотень. Причина, по которой Кён Су тоже должен быть им. Потому что дубильщик уже объявился. Так что Кён Су оборотень. Почему я опять оборотень? Все потому, что твою карту поменяли. Нет. Разве не ты поменял их? Значит, если Кён Су оборотень, ему убьем его, люди победят. Может, начнем голосование? Зачем ты поменял мою карту? О, прости, прости. А может, подлить немного масла в огонь? Если Разрушитель покоя поменяет свою карту с кем-то, игра будет дриться вечно. Я Разрушитель покоя. Я правда поменялся картами с Каем. Значит, сейчас я дубильщик. Серьезно, дубильщик? Серьезно, дубильщик? Значит, я оборотень. Чанёль, ты сказал, что ты Разрушитель покоя. Почему тогда просто сидишь? Я потерял дар Лети, потому что это я менял карты. Не-не-не, сначала убьем Чанёля. Сначала убьем Чанёля, а потом Кён Су, люди все равно убьют. Даже если я умру, это раскроется. О, да, точно. Хорошо, давайте тогда сделаем это. Тогда, если я Разрушитель покоя, то потом убейте Кён Су. Неважно, если я умру, потому что люди все равно победят. Если я окажусь Разрушителем, убейте его. Хорошо, вот так и сделаем. Нет, давайте убьем Кая сначала. А, нет. О чем ты говоришь? Казахову будем голосовать. Чанёль Хион убивает его ради проверки. Чанёль, твои слова напоследок? I'll be back. Окей, раз, два, три. Все прикинулись, будто реально удивлены. Если Чанёль Разрушитель, то я 100% дубильщик. Он был Разрушителем покоя? О, серьёзно? Я вам говорил. Спокойно переходит к следующей жертве. Давайте его. Наживка Дио. Один человек и один оборотень уже убиты. Если умрут трое человек, то победят оборотни. Мы голосуем. Вы уверены? Так, раз. Все идет четко по плану. Раз, два, три. Пожалуйста, покажите свою карту. Что за... О, что за... О, что за... Одна, два, три. Чанёль... О, что за... О, что за... Кажется, он очень удивился. Канно! Мы удивлены не меньше. Теперь двое граждан погибли. О, подождите. Хён, кого с кем-то поменял? Я думал, ты поменял Дио. Эй, стой. Подожди, Хён. Раступите меня. Хён, подожди. Убейте меня. Убей меня. Тупийщик сходит с ума. Дио только что был объявлен ворон. Значит, получается, что... Что Би Хён был ворон. А, точно. Тогда оборотень. Каю оборотень. Я буду честным. Я был оборотнем. Чанёль сначала поменял меня с Дио, а потом вор поменял Кая и Дио. Кёнсу, кем ты был вначале? Я проверил. Я уверен, что я был дубильщиком. Я был дубильщиком? Ты врёшь? Нет. Кёнсу Хён, ты сказал, что был дубильщиком. О, если ты сейчас врёшь... Я не вру. Нет, Кёнсу Хён, ты сказал, что был дубильщиком. Я вообще оказался вором. Объясните потерянной душе. Точно. Тогда Би Хён Хён оборотень. Нет, он врёт. А, подождите, мне нельзя говорить. Оперативно закрывает рот. Дайте нам поучаствовать в обсуждении, а то я взорвусь сейчас. Мертвецы не могут разговаривать. Я дубильщик. Если убьём Би Хён, то игра закончится. Подождите, если дубильщик умрёт, то победит, верно? Верно. Тогда умри. Тогда умри. Я сделаю всё смешное. Хён, ты дубильщик. Я дубильщик. Нет, я дубильщик. Нескончаемый разговор дубильщика. Я дубильщик. Он оборотень. Да почему ты просто так тут сидишь? Он оборотень. Сейчас всё зависит от меня. Вся сила в руках принцессы Хуны. Не могу позволить людям победить после такого. Давай выбирай. Давай, давай выбирай. Сейчас мы определимся с тем, кого убивать. Давайте сделаем выбор. Раз, два, три. Единогласно. Би Хён. Убийство без права на последнее слово. Ты знаешь, кто ты? А? Ты знаешь, кто ты? Конечно, знаю. Всегда знал. Я дубильщик. Дубильщик! Тогда оборотень Кай. Значит, Кай врал. Он врал. Люди проиграли? Люди наши враги. Бекён победил в одиночку. Ну, конечно же, сольная церемония. Дубильщик! Он дубильщик. Я дубильщик! Большой укус. Интересно, какое оно на вкус? Ну и как тебе? Вкусно. Быстрая доставка любопытному кёнцу. А, всё завёрнуто в рыбную лепёшку. Даже пахнет вкусно. Лениво перекусывает, сидя на лаврах славы. Игра у братьня. Сольная победа Бекён. Продолжение следует. Озвучка студии Сильвана.